Совсем недавно 39-й дом на улице князя Трубецкова украсил вот такой неандерталец. Не то что украсил, он даже спас фасад. Здесь всё имеет своё значение. Например, вот эти олени закрыли бранные слова. Рисунок на фасаде — вынужденная необходимость. Причина — вот эти отпечатки ладони, которые появились вскоре после покраски дома. Будущий архитектор, студент богату имени Шухова Пётр Баранов придумал, как обыграть испорченный вандалами фасад и предложил администрации города идею с неандертальцем и наскальной живописью. И власти иронию оценили, тем более, что перекрашивать дом заново затратно. После того, как стена уже высохла, очень трудно попасть в цвет. Как бы ты её не закрашивал, в любом случае это будет заметно. И гораздо проще это обыграть. Я решил это обыграть. Своего рода издёвка над теми, кто сделал плохо. По материалам обошлось в три тысячи рублей. А если бы этот фасад перекрашивали, сколько бы это было по затратам? Как ты думаешь? Я думаю, значительно дороже. В десятки раз неандерталец справился со своей задачей, сэкономил средства и сделал этот дом особенным, узнаваемым. Нужны ли городу такие рисунки, такие граффити? Что они дают? Разумеется, нужны. Они дают облик городу. Они дают ему какую-то разнообразность, красочность, интересность. Живость? Живость, да. И вот подтверждение сказанному. Художники не побоялись масштабов. И на фасаде белгородских хрущёвок появились граффити во всю стену с лицами известных людей. Первым был Ватутин. Его портрет был нарисован на одноимённой улице в 2014 году. Авторская работа Анастасии Лисич. И вот ещё два героя на улице Гагарина и Маяковского. Мы решили узнать мнение белгородцев, что они думают о таком искусстве. Ты узнаёшь вот этого дяденьку в шлеме? Или Гагарин. Похож, как ты думаешь? Да. В учебниках истории видел, да? Это первый космонавт. Да, считаю, похож. Насколько нужно городу вот такое граффити? Я считаю, нужно, чтобы люди хотя бы знали, как он выглядит для начала. Я считаю, что нужно, потому что едешь, и вот улица Гагарина, например, да, и как раз вспоминаешь героя. Вы узнаёте человека, который нарисован на фасаде этого дома? Маяковский. Владимир Маяковский. Узнаваем? Вполне. Искусство требуется везде. Не только в каких-либо эрмитажах, третяковских галереях, но и даже на фасадах домов. Очень похож. Я каждый день мимо него на работу хожу. Любуюсь. Я даже видела, как рисовали. Два или три дня, по-моему, заняло у ребят. Я вообще думала, когда они рисовали, что это такой проект, который у нас в городе задумали. У нас же много улиц, названных по именам, по фамилиям поэтов, да, писателей. Я думала, о, может, на Есенина тоже нарисуют. Там ещё где-то сразу стала вспоминать. Мне кажется, это здорово. Это очень красиво. И люди, может, даже стихи вспомнят. На серию граффити у Белгорода большие планы. Рисунки вскоре могут появиться на фасаде выставочного зала «Родина», Музея народной культуры, Центрального ЗАГСа, Первой школы искусств и кинотеатра «Русич». Предложения белгородцев по тематическим рисункам принимаются на электронную почту Управления архитектуры и градостроительства администрации Белгорода с пометкой «Стрит-арт-предложение». Александра Прозорова и Эдуард Горела в такой день на Мире Белогорье.